Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яна Боимбетова и в начале выпуска коротко о его главных темах. Ярмарочная площадь, специальная машина и люди в белых халатах. Врачи из Южно-Сахалинского спидцентра проводят тестирование в Синегорске на ВИЧ и гепатит С. И об этом расскажу я, Евгений Коньков. Первая партия новых учебников пришла в Сахалинскую область. Учебные пособия отличаются от своих предшественников. Они значительно легче и не пахнут краской. Что нового можем найти на страницах новых книг, расскажу я, Яков Морозов. У вымпела подрастает достойная смена. Для юных спецназовцев из одноименного отряда устроили военно-патриотические сборы. Честь имею. Ребят ждали настоящие испытания. Полоса препятствий, круговая оборона, засада и переноска раненых. Подробности вы узнаете через несколько минут. Крупную партию краснокнижной рыбы изъяли в Ахинском районе. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области обнаружили у подозреваемых сотни килограммов калуги. Сумма ущерба, нанесенная браконьерами, составляет почти 37 миллионов рублей. Задержаны два гражданина Российской Федерации, которые с использованием запрещенных орудий лова в заливе Байкал осуществили вылов 84 экземпляров калуги. В ходе осмотра 37 рыб были признаны специалистом-ихтеологом, жизнеспособными и выпучены в естественную среду обитания. По местам жительства задержанных также обнаружены и изъяты фрагменты калуги общим весом 400 килограмм. Следственным управлением Следственного комитета России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело. Проводится сбор доказательств, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проверить себя на наличие ВИЧ и гепатита С смогли жители Сенегорска. В село приехал спецавтомобиль, в котором за считанные минуты можно было сдать кровь и получить результат анализа. Пробы брали методом экспресс-тестирования. Проблема ВИЧ-инфицированных по-прежнему стоит достаточно остро. Всего в Сахалинской области их насчитывается около 2,5 тысяч человек. Тему продолжит Евгений Коньков. На ярмарочной площади Сенегорска рядом с торговыми рядами расположилась газель Южно-Сахалинского центра СПИД. Внутри специалисты с экспресс-тестами. Каждый желающий смог проверить себя на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита С. Наталья Перушкина хоть и не относит себя к группе риска, но лишний раз проверить здоровье не мешает. Тем более, что денег за проведение теста не берут. Сдала тест на ВИЧ и на гепатит. Что хочу сказать, что не страшно, не больно. Поэтому призываю всех, проходите, сдавайте, получайте свои результаты. Как рассказали специалисты центра СПИД, тесты современные. Погрешность, конечно, есть, но незначительная. Причем, если в организме человека есть антитела, то тест их выявят в любом случае. Иногда ошибка возникает в случае, если пациент, наоборот, здоров, и анализ показывает, что у него ВИЧ. Экспресс-тестирование – это быстрый результат на сегодняшний день. Скажем так, он достаточно достоверный, но в случае получения положительного нам необходимо продублировать его забором крови из вены в лаборатории. Выезды врачебной бригады в отдаленные населенные пункты – это не только охрана здоровья людей. Это еще и учеба для местных специалистов. Главная медсестра местной участковой больницы Евгения Путилина пришла, чтобы пообщаться с коллегами и обновить базу знаний в работе с экспресс-тестами. Освежаем свои знания, которые у нас уже есть, пополняем багаж своих знаний. Очень хорошо, что такие выездные бригады есть, во-первых, для населения нашего. Никуда не нужно ехать. Мы отдаленное, получается, Сенегорск – отдаленное село. И есть возможность людям просто пройти обследование. Сейчас в Сахалинской области зарегистрировано 2500 ВИЧ-инфицированных. Причем число их постепенно снижается. И в первую очередь – это заслуга врачей и медсестер Центра СПИД. Именно они выявляют чуму 20 века, работают с биоматериалами, зачастую рискуя собственным здоровьем. Евгений Коньков, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. В астроном-регионе вырос уровень распространения ОРВИ среди детского и взрослого населения. По оценке специалистов из Роспотребнадзора, взрослая заболеваемость составляет 41%, а детская – 25%. Отмечается, что такой подъем связан с приближением осенне-зимнего сезона. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на сегодняшний день у нас достаточно стабильная на территории Сахалинской области. Отмечается недельная прибавка числа случаев среди взрослого и детского населения. Но подъем еженедельный, он несначительный. По заболеваемости интервирусной инфекцией достаточно нестабильная, неблагополучная эпидемиологическая ситуация. В основном болеют дети до 17 лет. Заболевание интервирусной инфекцией характеризуется цикличностью в 5 лет, где первые 3 года – пик, а последние 2 – спад, отмечают специалисты. Студентов призывают помочь бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации. Такую необходимость озвучил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По словам Полпреда, уже создано 129 студенческих отрядов, где ребята собирают гуманитарную помощь для бойцов. К ним могут присоединиться все желающие, учащиеся университетов и колледжей. С начала специальной военной операции активизировалось волонтерское движение, в котором активно принимают участие студенты. Ребята со всех вузов страны проводят огромную работу по поддержке участников специальной военной операции. Это очень важно, что молодые люди неравнодушны и остаются патриотами своей Родины. Повсеместно в Сахалинской области оказывается различная помощь участникам спецоперации. Островитяне вяжут маскировочные сети, шьют спальные мешки и спецодежду для солдат. Более 4300 новых учебников по истории России поступили в островной регион. Этого количества будет достаточно, чтобы обеспечить всех старшеклассников учебными пособиями и даже с запасом. Последнее издание отличается от предыдущих. Книга существенно легче и не имеет запаха. Какую историю предстоит изучать подрастающему поколению, выяснил мой коллега Яков Морозов. На первый взгляд это просто новая книга, хорошо оформленная, с качественной полиграфией. Но есть в ней особенность. Весь это издание намного меньше предыдущих. Это сделано, чтобы уменьшить нагрузку на ребенка. К печати тоже существуют свои нормативы и требования, которые соблюдает при издании не только издательство, но и типография. Соответственно, это и к шрифту, и к качеству иллюстрации, и к качеству самой краски. Данные учебники совершенно безопасны, соответствуют санитарным требованиям. И, кстати, не только к качеству печати, но и весу учебников, которые четко закреплены нормативными документами. Взяв в руки новый учебник, отмечаю, что вес его существенно меньше, чем предыдущих изданий. Замечательное оформление и качественная полиграфия, и при этом полностью отсутствует запах. Самое важное – содержание. Новый учебник по истории России рассчитан на учеников 10-го и 11-го классов. Авторы охватывают периоды Первой и Второй мировой войны. На страницах книги ученики найдут свое место и отражение событий современности. На что сразу обращается внимание – это систематизация информации. Тот подход, который написан в учебнике, он не боится обращаться к самому ребенку напрямую, ломая третью стену. Плюс подход, который помогает сформировать историческое мышление, отвечать на самый главный вопрос истории – а почему так случилось. Формирует причину следственной связи и дает возможность ребенку самому найти правильные ответы. Форма изложения – простая и понятная. Авторская группа и редакторский коллектив нового издания обращаются к достоверным источникам. Важно, что в учебниках включен новый раздел о специальной военной операции, о предпосылках, которые предшествовали данным событиям. Поэтому мы благодарны и издательству просвещения, и лично министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову за внимание к нашему региону, который является восточным форпостом нашей великой страны. Новые учебники уже отправляются в школы во все уголки области. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало свою историю. Ведь в будущем это поможет принимать правильные решения и позволит избежать ошибок прошлого. Яков Морозов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ В Южно-Сахалинске проходит акция «Помоги собрать ребенка в школу». Любой желающий неравнодушный может купить школьные принадлежности для учеников. На сегодня в акции участвует около ста детей, из которых более 20 получили свои собранные рюкзаки. Мы хотим, чтобы все сахалинцы, наши маленькие, кто сядет за парты, пошли в школу с хорошим настроением. И чтобы у них было все для того, чтобы они могли полноценно начать новый школьный учебный год. Ну, кто-то впервые сесть за партой. Акция данная, она очень полезная. И чем больше людей, в частности из бизнеса, будут в нее вовлечены, тем как бы и лучше. Потому что наши дети – это наше будущее. Да, сегодня мы строим какие-то компании, какие-то бизнес-процессы. Завтра придут на смену те, кто сегодня ходит в школу. Акция распространяется на многодетные и малоимущие семьи, а также на детей участников специальной военной операции. Она продлится до 1 сентября. За подробностями можно обращаться в штаб общественной поддержки. В Невельске местные власти поблагодарили жителей Невского района за спасение троих детей. Юные невельчане купались в море в районе села Горнозаводск. В это время была большая волна, и дети стали тонуть. К счастью, там же отдыхала компания молодых людей из Тараная. Увидев тонущих людей, невчане бросились на помощь. Двоих вытащили быстро, а вот третьего уносило в открытое море. И ребенка пришлось доставать с помощью веревок. Третий уже в тот момент, когда мы находились в воде, он уже был метров, наверное, 15 от берега. То есть за ним уже плыть было тяжело. А в дальнейшем, когда вытащили этих, опомнились, а он метров 50 уносил, уносил я потихоньку. Поэтому там нужно было придумать какой-то план по спасению целый. Вот эта бутылка, веревки, канаты. У каждого в машине трос, у кого-то веревка, у кого-то бечевка какая-то, у кого-то не шнурки, а кроссовка. В это время мимо проезжал автомобиль. Его водитель Сергей Мешков увидел людей и побежал их спасать. С помощью веревок и пенопластовых поплавков Сергей смог подплыть к ребенку и вытащить его на берег. Всего в спасении детей принимали участие 5 человек. Жители села Таранай Сергей Гаврилко, Андрей Эрли и Глеб Фурсенко, а также жители Гранзаводска Александр Глобин и водитель Сергей Мешков. К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, подобные случаи заканчиваются благополучно далеко не всегда. Напомню, 28 июля в Корсаковском районе утонула пожилая женщина. Тело пенсионерки нашли в районе села Пригородное. Еще один случай произошел в Охотском. Там на озере Русском утонула 36-летняя женщина. Более 7 тысяч заявок поступило от жителей региона на подключение земельных участков к голубому топливу. Программа по газификации в Сахалинской области набирает обороты. Как стать участником и какие необходимо собрать документы для подачи заявки, нам рассказал генеральный директор компании «Газпром» газораспределения «Дальний Восток» Георгий Шперлинг. Запись беседы прямо сейчас смотрите в рубрике «Гость студии». Георгий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня поговорим о социальной газификации нашего региона. Расскажите, в чем разница между газификацией и догазификацией? Яначка, очень хороший вопрос. На самом деле, буквально два года назад Владимир Владимирович Путин президентской федерации обратил внимание на некий парадокс. Сети есть газовые, а люди газовые не подключены. И возник сам термин «догазификация». Догазификация. Газификация – это строительство первоначальных сетей, до населенных пунктов, внутри населенных пунктов, а догазификация – это подключение к уже существующим сетям газораспределения. Какими темпами движется газификация Сахалинской области? Какие районы уже газифицировали, какие только в планах? Газификация Сахалинской области на территории Дальнестрочной федерации движется, не скажу, 7-ми мильными шагами, но с опережающими темпами. Просто для сравнения. Сегодня всего абонентов, кого касается догазификации, частных домовладения, частных дома. На сегодняшний день на Сахалинской области у нас абонентов 13 тысяч всего подключено. За время действия программы, с 2021 года, мы подключили сейчас газу уже около 2 тысяч. 13 тысяч за все предыдущие годы и 2 тысячи. Впечатляющие темпы. Потенциал газификации больше 11 тысяч домовладений. Заявок сегодня собрано больше 7 тысяч. Где могут владельцы домов ознакомиться с планом газификации того или иного района? Если вы современный человек, работаете с интернетом, забиваешь газпром.мэп, видишь свой поселок, забиваешь его и смотришь, попадает в твой поселок до годификации, либо нет. ConnectGaz – это интерактивный сайт, единого оператора годификации федерального. Либо заходите к нам на сайт, либо в любой офис абонентского участка нашей организации. Любым иным способом вы можете по телефону позвонить в 104, и мы вас соединим и сделаем. А кто может претендовать на бесплатное подключение к газу своих домовладений? И 100% бесплатное? Или какую-то часть затрат придется понести все-таки? Раньше, до 2021 года, до указа президента, это делал абонент, сам все платил. Сейчас с него ни копейки нет. Это все делаем проект, подведение, строительство. И перед домом стоит выход газовой трубы, к которому абонент должен подключиться. Это совершенно бесплатно. В границах земельного участка это уже платит абонент. 152 тысячи рублей компенсирует бюджет области. То есть фактически можно в эти 152 тысячи получить бесплатный газ у себя на конфорте. Как организовано взаимодействие организации вашей с органами исполнительной власти? С 2021 года мы прошли огромный путь в организации взаимодействия. И только слова благодарности можно сказать губернатору Сахалинской области, руководителям муниципальных образований. Взаимодействие вообще уникальное, конечно. Судно несколько программных продуктов. Открытые абонентские пункты. И что самое интересное, сам процесс подачи заявок довольно простой. Всего 5 документов от заявителя. Паспорт, снился, ННН и документы на землю. И в процессе подачи заявок муниципалитеты вместе с органами исполнительной власти Росрееста отработали механизм ускоренной регистрации. Зачастую же люди строили и не регистрировали. Отработали механизм, внедрили. Сейчас для заявителя, если у тебя есть дом, он почему-то не зарегистрирован. Ускоренная процедура. Буквально в течение недели люди имеют на руках документы, подтверждающие регистрацию и собственность. Даже такие совместные синергетические эффекты от этой программы. Уникальные вещи, конечно, сделаны. Сколько по времени занимает газификация прямо дома? От момента подачи документов до того, что газ у тебя в плитке? Безусловно, это зависит от того, есть ли или нет на этой улице газопровод. Если газопровод есть и уже вывод у тебя есть рядышком, это буквально в течение месяца ты можешь сделать. Если газопровода нет, то полгода. Программа амбициозна. А есть ли ресурс, имеется в виду человеческий капитал? Специалисты имеются? Да, для Сахалина это очень актуальный вопрос. И сегодня действительно у жителей и у будущих абонентов нашей газовой службы уникальная ситуация. Вот за время работы программы, опять же, с 2021 года, у нас появилось новых малых предприятий, которые работают на этом рынке уже больше 30. Те, кто работают на услуги монтажа, на эксплуатации, на поставки. Это мы создали точно так же базу для развития малого предпринимательства. И сегодня эти люди есть. Георгий Владимирович, а какие планы у компании на текущий и на следующий год? И вообще, что у вас стоит в целях? Сейчас мы строим сети, в вторую очередь, в Альстану, в Сахалинске. В этом году заходим в Паранайск. Заходим в те поселки, которые были запроектированы в прошлом году. Всего у нас сейчас в работе порядка 30 населенных пунктов, где мы зашли с внутрипоселковыми газопроводами. 30. Ну, это очень много. Это, ну, в километрах, больше тысячи километров сегодня. Георгий Владимирович, спасибо, что пришли к нам в гости. И удачи в реализации таких амбициозных планов. Спасибо. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Гастрофестивали, цветочные выставки, спортивный праздник. В областном центре готовятся ко Дню города. Что еще ждет гостей мероприятия, расскажут мои коллеги через несколько минут. У вымпела подрастает достойная смена. Для юных спецназовцев из одноименного отряда устроили военно-патриотические сборы. Честь имею. Ребят ждали настоящие испытания. Полоса препятствий. Круговая оборона, засада и переноска раненых. Подробности вы узнаете через несколько минут. В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы. Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным. Пацаны, может, сегодня вечером посидим, отдохнем? Не, я сегодня в бассейн. А мы ехали на велосипедах покататься. А мы сегодня с однокурсиками футбол играем. Давай ты с нами. Выбирай здоровый образ жизни. Займись спортом. Ребенок получает знания о мире не только в семье и школе, но и с помощью интернета. Террористические организации все чаще с помощью интернета пропагандируют свои идеи и вербуют новых участников, в том числе среди несовершеннолетних. Уголовная ответственность за терроризм наступает с 14 лет и предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Материальную ответственность за действия несовершеннолетнего несут его родители. Родители, проводящие со своим ребенком свободное время и разделяющие его интересы, смогут вовремя предотвратить любую опасность и не допустить его участия в незаконной деятельности, в том числе и в интернете. На празднование Дня города в областном центре пройдет сразу несколько гастромарафонов и тематических выставок. Об этом сообщили сотрудники администрации города на брифинге, посвященному мероприятию. Масштабное событие стартует 2 сентября. На протяжении недели участники смогут побывать на нескольких концертах, попробовать блюда из морепродуктов от островных кулинаров и поучаствовать в фестивале Ким Чим. Мы объявили такое небольшое каламбурное событие «День города как фестиваль фестивалей». То есть, получается, в этом году День города замышлен или задуман как большое фестивальное событие. И, по большому счету, замыслом праздника становится фестиваль «Шагает по городу», вовлекая в праздничную атмосферу жителей и гостей города. Еще одной площадкой станет городской парк имени Гагарина. Там участников ждут конкурсы и ярмарка товаров островного производства. Закрытие праздника пройдет 9 сентября. Его завершат красочным салютом и праздничным концертом. День освобождения Корейского полуострова от японских милитаристов отпразднуют 19 августа. В городском парке культуры и отдыха областного центра состоится праздничная программа. Для гостей мероприятия подготовили концерт с участием ансамбля детской школы искусств «Этнос» и творческих коллективов в Сахалинской области. Спортсмены по серым и тэквондо продемонстрируют свои умения. А любители корейской кухни смогут принять участие в мастер-классе по приготовлению кукси. Будут наши паровые пирожки «Тимпан». Это такие пирожки с фасолью. Почему с фасолью? Потому что фасоль красного цвета, по поверью, утверждают, что красный свет изгоняет злых духов. Поэтому мы будем угощать всех и пинце, кукси и паровым упа. Начало массовых гуляний запланировано на 12 часов 19 августа. Мероприятия продлятся в течение всего дня. Новый выпуск газеты «Губернские ведомости» посвящен прошедшему на Сахалине Всероссийскому молодежному форуму «Острова». Об итогах, проектах и победителях рассказывают корреспонденты «Свежей толстушки». Главной темой свежего номера газеты «Губернские ведомости» стал молодежный форум «Острова». Как это было и кто выиграл грант – читайте. В постоянной рубрике «Инфографика» мы разобрали все ягоды, которые растут на огороде. Чем они полезны и как лучше сохранить витамины на зиму – читайте также в свежем номере газеты. Также в публикации «Национальное бедствие» расскажут про новые и видоизмененные мошеннические схемы по отъему денег у людей. Быть бдительным и в курсе дела поможет материал в новом выпуске. Читайте «Губернские ведомости», «Газета в продаже» 17 августа. Ношение Василькового берета – честь для любого спецназовца. Юные бойцы отряда «Вымпел» состязались за это право. Для них в Оглегорском районе провели приемку. Курсанты из районов области, а также из Москвы и Санкт-Петербурга должны были попасть в мишень из винтовки, сдать комплекс силовых упражнений и выстоять в спаррингах. Подробности узнавала наша съемочная группа. Александр Шерманов еще в детстве решил, что станет военным. В какую именно структуру поступит, пока не знает. Но точно уверен, что его призвание – служить России. В сборах он участвует уже в третий раз. Ради этого и приезжает на Сахалин из столицы страны. Здесь мне нравится то, что мы получаем знания, теорию и опыт, которые я не видел ни в одном другом военном лагере. Здесь есть много практики и много опыта от воевавших инструкторов. Александр – командир «Ядра». Это отряд, который идет вторым за головным дозорным. Прикрывает его тыловой. Таким образом, юные спецназовцы выдвинулись в лесополосу. Им предстоит пройти три километра к месту, где будут сдавать приемку на ношение Василькового берета. Ирашка Рупей идет в головном отряде. Девушка готова к любым испытаниям. Она из семьи военных и готовится в будущем заключить контракт. Служить в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты. Ну, не знаю, было ли мне легче, чем остальным девочкам. Знания у меня есть, но все равно трудновато. Больше всего нравится горная и стрельба. Передвигаясь по зеленке, ребятам нельзя даже перешептываться. Они общаются знаками. Поднимают руку вверх, что значит стоять. Показывают ладошкой направление, движение разрешено. Тишину соблюдают из-за возможности нахождения в лесу условной диверсионно-разведывательной группы. Но вдруг молчание нарушается. По всему пути ребят сопровождают контакты с условным противником. Они занимают круговую оборону и отбиваются от него. Пока что раненых нет. В первые минуты боя раненых действительно не было. Но после перестрелки обнаружилось, что условно подстрелили одного из бойцов. Его оттащили в безопасную зону и наложили жгут. Дальше юные спецназовцы переносили трехсотого на носилках. В конце пути ребята сдали приемку на право ношения василькового берета. Они бегали по воде, спускались со скалы и стреляли. Награждение курсантов состоится 18 августа. Татьяна Барашкова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Коллектив Дворца детского и юношеского творчества победил в номинации наставничества в социальной сфере. Это региональный этап всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». Такая форма наставничества, как педагог-педагог, традиционная форма и позволяет передавать определенные профессиональные знания внутри педагогического коллектива. Но для нашего коллектива наставничество воспринимается как перспективная образовательная технология, которая позволяет передавать знания. У нас в рамках этой работы в городе создано городское методическое объединение наставников, которое свою работу строит на основании методологии, которая прописана в целевой модели наставничества. Довольно успешно работает муниципальный методический центр, который курирует это направление. Различаются формы работ, которые применяются в учреждениях. Это педагог-педагог или работодатель-студент. Такие программы успешно реализуются также в островных школах и детских садах. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале УТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сахалин» и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения по номеру 112. Так вы убережете себя и своих близких. Мы живем в живописном островном регионе. Мы все такие разные. Многонациональные Сахали. Одна крепкая, дружная семья. Наша сила в единстве. Коммунальные услуги требуют своевременной оплаты. Если платеж совершен не в установленные сроки, указанные на квитанциях, то потребителю начисляется пеня за каждый день просрочки. Поэтому сахалинцам и курильчанам необходимо оперативно оплачивать счета или возникшие долги. Для расчета можно воспользоваться официальным сайтом ГИС ЖКХ, отделениями банков или Почты России. Кроме того, оплату принимают и непосредственно в коммунальных компаниях. В случае уклонения от оплаты к потребителю будут применены штрафные санкции, вплоть до полного отключения услуги. Важно помнить, предоставление качественной услуги и своевременная оплата за нее – зона взаимной ответственности, ресурсоснабжающих предприятий и собственников жилья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...